Тихий и уютный. Пожалуй, так можно охарактеризовать один из самых старейших курортов Таиланда, город Хуахим, расположенный в 220 километрах к югу от Бангкока. Еще в 1920-х годах король Рамы VII выбрал его для своей летней резиденции и построил здесь королевский летний дворец. С тех пор это любимое место отдыха королевской семьи. Хуахим переводится как каменная глава. Название связано с тем, что в некоторых местах на городском побережье из воды торчат камни, издалека похожие на каменные головы. Сегодня Хуахим – главный курорт Таиланда. Тут отдыхает элита страны. Город известен своим 5-километровым пляжем с белым песком и многочисленными полями для гольфа. Курорт подойдет для любителей спокойного уйденного отдыха, в том числе семьям с детьми. Говорят, что ночной жизни в Хуахиме нет, но это не точно. Ну а мы отправляемся. Путешествуй! Всем доброе утро! Выезжаем из Бангкока в Хуахим. Мы на улице Каосан Роуд. Пытаемся, ждем наш бас. Уже на полчаса его задержали. На фоне пустого Каосан Роуда. Каосан Роуд с утра в понедельник. В общем, друзья, наши приключения только начались. Нас на чем-то типа такси привезли на какой-то автовокзал. Ну и, в общем, мы садимся на мини-басик, вот на такой, который стоит за мной. И сейчас типа едем в Хуахин. Нас жестко наегорили, я могу сказать так. Нас привезли на автовокзал, посадили в Бомж-басик. Стоимость вот этого басика, который здесь, 600 рублей. Там мы заплатили по 1200. Во-первых, еще отправление получается. Мы еще стоим. Время 10 часов, а не 9. Имейте это в виду. И на Каосан Роуде нет смысла покупать билеты никакого и переплачивать им деньги. На такси доедете до любого вокзала и автовокзала и уедете с него сами. За меньшие деньги. Мы все-таки добрались до Хуахина. Да, мы долетели до Хуахина за три с половиной часа на раздолбанном мини-басе. Но, в принципе, было все нормально. Нас высадили прямо в самом центре. От центра полтора километра до нашего отеля. Стоял рядом тук-тук. Мы посмотрели по приложению Bolt, сколько будет стоить такси. Такси, в общем, вместе с комиссией 90 бат. Спросили тук-тук. Тук-тук сказал сто бат. За сто бат отвезет. Мы даже не стали торговаться. Вот так выглядит наш тук-тук. Где-то уже рядом отель. Где-то рядом море. Ну, у отеля. Идем заселяться. Вот так выглядит входная зона. Так выглядит зона ресепшена. Вот такой у нас номер. Ну, кому надо телевизор посмотреть. Это первая комната с диваном, со столиком. Кондей. Тут целая кухня. Огромнейший холодильник. Микроволновка. Чайник, приборы. И вторая комната. Спальная. Полотенчики лежат. Кондей. Достаточно большая кровать. Нормальный такой шкаф. Рабочий стол. Ну, кстати, номер не новый. Понятно. Но вполне приличный. Выглядит все отлично. Замечательно. Ну, и, конечно, здесь есть санузел. Санузел у нас выглядит вот так. Небольшая душевая. Данный номер нам вышел в 1631 тайский бат. Это примерно 50 долларов. В данную цену еще включен завтрак. Ну, и самая главная фишка этого отеля, то, что он находится на берегу. У него, по сути, можно сказать, даже свой пляж, свои лежаки и прочие прелести. Так, друзья, ну, первым делом нам надо перекусить. Ну, и решили мы быстренько пробежаться по отелю, посмотреть, что есть на территории. На территории у нас есть свой мини-бассейн. Выглядит он, скажем так, себе. Его от веток не чистили, ну, как минимум с утра. У бассейна присутствуют свои лежаки. Выход вот на такую веранду. И с веранды открывается вот такой вид. Песочный пляж. Песок по большей части белый. Да, сейчас отлив. Идти купаться достаточно далеко. Но, в принципе, это не страшно. Внизу тут зона нашего отеля. Тут стоят лежаки, пусики. Хочу сказать, что пляж на самом деле выглядит очень прилично. Здесь песок. Он достаточно выглядит мягким. Сейчас мы чуть-чуть попозже сходим, проверим. Также здесь присутствует ресторан. Здесь проходят завтраки, обеды, ужины. Соответственно, вот с таким видом вы можете тут посидеть. И, соответственно, наша зона с пуфиками. Точнее, не наша зона, а нашего отеля. Также тут же в пляже присутствует бар, петерия. Они тоже к отелю относятся. Дальше стоят лошади. В общем, прокат разных водных средств. Впереди там виднеются высотки. Залив такой. Гора с какой-то обзорной площадкой. Не знаю, может быть, попозже мы туда дойдем. Рядом с нашим отелем находится торговый центр. Market Village. В торговом центре все как полагается. Много магазинов разных, много кафешек, где поесть. И на первом, на втором, на третьем этаже. На самом нижнем уровне, там минус первый этаж, по-моему. Там находятся уже такие уличные, уличная Аида. Шортики, рубашечки, футболочки. Ох, все, что только нет. Пепе джинс, Джейк Джонс, Tommy Hill Figer. Хотите автомобиль прикупите с собой. Ну, плавненько мы перешли в стрит-фуд. Вот так это здесь все дело выглядит. В общем, пойдем выбирать себе какую-нибудь еду. Кафешек очень много. Так что можно ходить, выбирать на свой вкус что-то. Как во многих футхоллах, получается, деньги сначала нужно положить на карточку. А потом с этой карточкой уже подходите в эти кафешки, которые вы хотите. Там карточку давать, и с нее будут вопин списываться деньги. Остаток вы потом эту карточку сдаете, и вам отдают обратно. Вот выдают вот такую карточку, вы говорите, сколько вы на нее кладете. Ну, и, соответственно, идете дальше, набирать себе еду. Решили взять здесь подтай с креветками, 65 бат стоит. А вот здесь решили взять рис с курицей жареной, 45 бат стоит. Кстати, здесь наличку принимают, а там принимают карточками. Добрались мы, в общем-то, поесть. Заказали себе подтай и жареный рис с курицей. И взяли пару смуси. Единственное, что оплата кое-где получается только кэш, а кое-где исключительно только с карточки. Ну, в принципе, вы подходите, вам все говорят. В общем, мы едим все, пробуем и идем гулять дальше. Красотки пляжа Хуахин. Вот одна, рядом вторая. Вода теплая, прозрачная. Кстати, вот здесь вот рыба прям прячется. Увидите или нет? Вот она, она. Вот она прям. Вид на наш отель. Отель реально шикарный. Точнее, скажем так, пляжная зона у него реально шикарная. Отельчик немножко уставший. Отельчик подуставший. Ну, слушайте, за эти деньги я считаю, что более чем. Видите вот эти пупырки? Раз, 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 раз. А вон они побежали. Это все медузы. Раз. Пошел следующий. И вот они, 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 вот они. Идем немного по береговой линии. Конечно, стремно. Медуз этих наблюдать еще непонятно, реально жалятся какие, не жалятся. Испытывать не хочется все это дело. Ну, а мы в Хуахине. Сейчас мы находимся на пляже. Мы вышли из своего отеля немного прогуляться. И хочу вам рассказать немного информации про этот пляж. И вообще про этот, скажем так, район. Отдых здесь более пляжный, как вы видите. Место, само собой, расположено. Пляж классный, песочный. Песок мягкий. Вообще просто место для отдыха, чтобы потюленить, на мой взгляд, просто идеальное. Ну, а теперь немного истории. Популярным этот пляж стал после того, как его, скажем так, заметила королевская семья. И если я не ошибаюсь, там в 1920 году здесь построили железнодорожный вокзал. Сюда проложили железную дорогу. После этого, соответственно, периода это место начало усиленно развиваться. Здесь начали появляться отели. И он стал шикарнейшим курортом того времени. И, в принципе, является курортом шикарным до сих пор. Более того, Хуахин является, можно сказать, местным заповедником. Здесь проживает большое количество животных. Но не думайте, что все животные безопасны. Здесь, на самом деле, проживает очень много ядовитых змей. Если я не ошибаюсь, королевская кобра, плюющиеся кобры, гадюки и еще какие-то гады. Так что не переживайте, в этом плане тут все нормально. Лучше с ними не встречаться и не обижать их. Будьте внимательны, на самом деле, когда будете купаться. В воде очень много медуз. Какие из них опасны, какие нет, я не расскажу. Но люди кругом купаются. Пока что ничего не происходит. Теперь я вам просто зачитаю информацию, чтобы она звучала не от меня, а вот прям по тексту и красиво. Хуахин является домом для многих видов диких животных, не все из которых дружелюбны. В районе Хуахин обитает множество видов змей, некоторые из которых агрессивные и ядовитые. Наиболее опасны из них королевские кробры, плюющиеся кобры, крайты и гадюки. Целесообразно избегать контакта со всеми змеями, которые могут кусить, только в том случае, если почувствуют угрозу. Кроме того, существуют скорпионы, многоножки, муравьи, пауки и другие насекомые, которые могут сильно укусить или ужалить. В океане вы можете встретить рыбу дракона, окуня, медузы, морских улиток, которые могут быть очень ядовитыми. Королевская кобра это что? Это королевская кобра. Друзья, к тому же этот курорт может быть интересен любителям гольфа. Здесь очень много гольф-полей. У нас, к сожалению, на этот курорт всего лишь по сути один день, полтора дня и мы в гольф поиграть не успеем. Но если кому-то нравится это занятие или кто не играл, в принципе, я бы рекомендовал попробовать, потому что это реально здорово. Если кто-то переживает, что ему не хватит здесь каких-то активностей, что здесь нет, скажем так, какой-то пошлости, не переживайте. И в этом плане, в этом районе тоже все нормально. Здесь есть ночные центральные улицы, там пересечение двух улиц, я название их не запомнил, но мы вечером попробуем туда сходить. Как говорят местные, там есть все, и девочки, и все, что надо. Вопрос, что кому надо. Также, соответственно, тут есть пара ночных рынков. И чуть попозже мы попробуем эти места посетить. По поводу достопримечательностей. Хуахин невелик достопримечательностями. Здесь есть несколько храмов в округе. Одна из достопримечательностей это железнодорожный вокзал, так как он открыл и положил основание по сути этому курорту. И есть достопримечательности, скажем так, в округе на удалении, куда надо ехать либо с экскурсиями, либо на такси. Чем интересно это место? Реально, кому хочется более спокойного отдыха, но реально вам сюда, в принципе, вполне. Здесь отдых более спокойный, более размеренный. Как говорится на некоторых форумах, типа такой пенсионерский отдых, и здесь много пенсионеров. Но на самом деле мы сейчас находимся здесь, и это совсем не так. Здесь очень много молодых людей достаточно, людей среднего возраста. Есть и пенсионеры, но их небольшое количество. Кто хочет провести время более спокойно, в принципе, этот курорт для вас. Тут на пляже присутствуют разные активности в виде сапов, лодочек, катамаранов каких-то, прогулок на лошадях. Всем этим вы можете, соответственно, тоже воспользоваться. Ну, а вечером вы можете прийти и погулять по ночному рынку в Коакине. Он находится прямо в центре, недалеко от часовой башни, так называемой. Прямо буквально в двух минутах ходьбы можно купить. Одежды без девушки разные, сумочки, попить, поесть, ну, все, что угодно. Тут готовят какие-то японские штуки с начинками. Фрукты, мангустины по 60, рамутан 80, дуриан 100 бат, кокос 35, морепродукты на шпажках. Цены вы, в принципе, видите. Типичный тайский ночной рынок. Плюс-минус ассортимент, как обычно, немного разнится, немного похож. В общем и целом, примерно все одно и то же, если уж так совсем по-хорошему. Но здесь, опять же, есть рестораны, пожалуйста, с лобстерами, пожалуйста, все, что угодно можете взять. Можете посидеть в каком-нибудь баре за столиком. Можете взять морепродуктов. Кафешки, ресторанчики, разные ширпотреб, разные безделушки. Рынок не очень большой, но здесь очень много морепродуктами, ресторанчиков. Так что выглядит это все дело как-то так. Друзья, хочу вам показать цены на морепродукты. Мы вот решили заказать вот этот сет. Стоит он 1000 бат. Три креветки, три креветки, кальмары, рыба, еще мидии. Короче, вот так. Еще есть вот такой вот сет с лобстером за 1500 бат. Нам сейчас собирают вот этот сет, который, он у них презентабельный, скажем так, то, что нам приготовят. И вот посидим мы вот в этой кафешке. Кстати, цены относительно того же Пхукета, что я могу сравнить, дешевле. Приготовить вам это могут в разных вариантах, в разных вариациях. Соответственно, жареное, вареное, пареное, какое хотите. Друзья, здесь еще меню на самом деле очень большое. Можно взять все отдельно и вам это все приготовят. Вот некоторые цены. Пожалуйста, набор гребешков 180 бат. Хотите жареные, хотите жареные в каком-то масле, хотите с чесноком. Ну, короче, разные варианты. Принесли наш сет. По-моему, там еще что-то готовится. В конце рынка продают дурианы на вес. Прям при вас вскрывают и расфасовывают. Но также на рынке есть уже фасованные куски. Ну, как говорят некоторые знатоки, лучше брать дуриан, чтобы его вскрывали при вас. Ночной рынок на самом деле не заканчивается в конце улицы. Если перейти прямо через дорогу, он продолжается еще. Здесь много макашниц. Хотите пиццы, хотите сосиски, хотите креветки. Тоже здесь это все есть. И можно здесь, соответственно, точно так же посидеть. И вот уходит вон туда, вон эта вся улица. Вот так. И что хочется сказать еще. Бросается очень сильно в глаза. Здесь цены пониже, чем в том же туристическом Бангкоке. Мы находимся в туристическом центре, по сути, Хуахина. И если сравнивать цены на еду с туристическим центром Бангкока, то ценник отличается. И это заметно. Мы сейчас взяли два кокоса, по цене 25 бат за штуку. Еще есть кокосы чуть поменьше, по 20 бат за штуку. Хотите холодный, хотите теплый. Например, в том же Бангкоке, в том туристическом центре, 50, 60, 70, 80 кокос. И так же, кстати, с другими продуктами. Это очень радует. Немного пройдя от ночного рынка, можно прийти к железнодорожной станции, Кстати, она ночью в темное время суток подсвечивается и смотрится достаточно интересно. В общем, ночная жизнь в Хуахине есть. Вот здесь мы пришли на улицу. Девочки кричат, как кошки или мышки. Не знаю. Но выглядит прикольно. В принципе, все как обычно. Так что, кто приехал за этим, наверное, тоже себе это здесь найдет. А так, на самом деле, в Хуахине достаточно приятно, уютно. И здесь, на самом деле, гораздо тише и уютнее, чем во многих других, скажем так, районах, регионах. Не знаю. И как ты чувствуешь себя здесь гораздо спокойнее и уютнее. Не знаю, почему такое мнение и отношения. Но вот так. Вот так нам кажется. Ну, мне, по крайней мере. Насте-то пофигу. Насте сейчас, правда, здесь, наверное, в шоке. Здесь одни девчонки предлагаются. Правда, почему-то до нее докапываются больше, чем до меня. Но так что, как-то так все это дело выглядит. Какая девчонка красивая стояла. Вау. Ну, в общем, все вот так вот это дело выглядит. Народу никого нет. Народу мало, да. Ну, не знаю. Мне, на самом деле, от этого даже как-то больше по кайфу. Ну, не все равно сказывается. Вот, кстати. Здесь очень много улочек, по которым можно побродить. Назовем так. Все эти улицы везде разные. Но здесь улицы эти скромные. Как обычно, поведение у девчонок разное. Здесь и бары, и музыка. Здесь и бары, и музыка, да. Здесь посидеть, время провести здорово. Так что смотрите, решайте сами, что думайте сами. Но по мне, так относительно, говорю, других районов, здесь как-то уютней. Не знаю, почему. Ну, вот, мне так кажется. Что хочется сказать, на самом деле, вот, относительно того же Бангкока. Сейчас я именно про него скажу. Про улицы Куасанрот. Мы здесь были очень давно. Это было 10 лет назад. Ребята, ну, сейчас, понятно, разрешили вам траву, всю эту херню. Но вы знаете, блин, в Бангкоке это настолько мерзко и настолько противно. Воняет. Это слишком много. Это перебор. Это настолько много. Это настолько просто противно. Это просто какая-то жуть. Да, блин, я не знаю. Просто сделайте какой-то один дом для них, для всех. Поселите их всех туда и пусть они там воняют. Воняет не просто травой. Воняет травой. И такое ощущение, что эту траву с куриным говном каким-то перемешали. Я не знаю, как им это самим приятно просто курить. Короче, жуть полная. Приедем на пикет, там говорят примерно так же. Да, ну, не знаю. Ну, в общем, выглядит это все как-то не очень. Чего не имею против, кстати, тем, кому это нравится. Но вот в таком количестве и по такому беспределу, это жесть какая-то. Всем доброе утро. А мы пришли на завтрак в наш отель. Выбираете завтрак вот по такому меню. Ну, а остальные допы все, подходите и берете сами. В общем, Настя себе взяла рис с морепродуктами. Я себе взял какую-то, в общем, яичницу с много всего. Атмосфера, конечно, на завтрак очень классная. В ресторане, да, в принципе, посидеть так у моря, чем на самом деле. И берет вот этот отель. Это именно тем, что у него практически, можно сказать, свой пляж. Ну, как свой он общественный. Но у него есть свои лежаки, свой выход к морю. Здесь у многих пляж, просто здесь цена... И цена здесь очень и очень для нас оказалась приемлемой. Ну, а мы с утра продрали глаза. В общем, едим и идем на пляж. Медузы плавают с утра. Вот такая здесь красивенькая, синяя-голубая. На самом деле, медузок здесь достаточно много сейчас. Разноцветных. За ним даже нам понаблюдать здорово. Когда они живые плавают, живенькие в воде, они валяются на берегу. Вот. Сейчас мы наблюдаем здесь вообще просто нашествие медуз. Раз, два. На местном форуме говорят, что большинство вот этих медуз, они как бы безопасные. Ну и как они, как крапива. Вот. Некоторые жалят, как крапива, некоторые вообще не жалят. У кого-то шрамы остаются. Ну, смотрите, какая опять красота плывет синенькая. Хвах, 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 хвах. Вообще. Ой, у меня тут вообще... Меня атаковали. Атаковали, атаковали. Мы выбрались из отеля погулять. Находимся на центральной улице. Центрея некуда. Буквально там в пяти минутах здесь ходьбы находится башня с часами. Хотел бы вам показать. За мной находится офис компании Лампрая. Вот так вот он выглядит. Вот их вывеска. Здесь вы можете купить, приобрести себе билет до Саму или до Пангана. И, в принципе, куда угодно. Они как туристическая компания выступают. Но здесь это практически вот одно место такое, куда вы можете подойти. Я имею в виду название вот этой компании. Компания, куда вы можете подойти и именно купить вживую. У них также есть сайт. Можете забронировать через сайт. Что их отличает от того, что надо нам? Первое, у них более крутые там какие-то лодки и автобусы. И второе, у них время выезда в 8.30 и, по-моему, в 17.30. Нам это не подходит. Мы хотели ночной переезд, чтобы день просто не тратить. Соответственно, мы просто заказывали через сайт другой компании. Через сайт бронирования просто. Не у них, у другой компании. И точка встречи наша будет там же, у башни с часами в 10 часов вечера. Мы сегодня будем выезжать на Самуе. Ну, а сейчас мы идем прогуляться немножко по городу. Здесь есть несколько обзорных площадок. Есть, соответственно, железнодорожная станция. Есть несколько храмов. К чему-то мы сейчас подойдем, что-то посмотрим. В общем, погуляем. Ну, а мы дошли до самого центрального места. Башня с часами. Насколько я понимаю, королевская семья на рекламном плакате. Также здесь находится рядом храм Хуахин. В него мы сейчас зайдем. Ну, и, соответственно, самое главное, зачем мы сюда пришли. Ночью у нас здесь должен отправляться автобус до Самуе. Примерно вот прямо с этой точки самой. Храм в типичном стиле. Храм Ват Абхарам или Ват Хуахин является главным храмом и одной из главных достопримечательностей в центре города. Архитектурно он не выделяется. Это один из самых обычных заурядных храмов Таиланда. Он является сразу храмом, монастырем, крематорием и кладбищем. Территория храма не очень большая и состоит из нескольких зданий. Гулять, заходить в любые здания здесь можно совершенно спокойно. Никто ничего вам не скажет. Нужно только соблюдать традиционные правила поведения. Снимать обувь при входе, не входить в храм в мини-юбках, коротких шортах и футболках с открытыми плечами. Тут можно наблюдать, как практичность победила религиозность тайцев. На территории храма они организовали главную автомобильную парковку города. Храм практически вплотную примыкает к самому развратному району Хуахина, где всю ночь работают бары с девочками. Недалеко от башни с часами и от храма Хуахин, вот в таком живописном месте, прямо на берегу, рядом с лодками, находится китайский храм. Выглядит он вот так. Туда можно зайти. Чтобы пройти внутрь, соответственно, нужно разуться. В храмы мы сейчас не заходим по одной простой причине. Мы не очень подобающе одеты, на нас короткие шорты. Поэтому, соответственно, внутрь мы не заходим. Да и уже, на самом деле, много их посмотрели. Примерно многое на все одно на другое похоже. Плюс-минус одинаковое. Но вы, если здесь будете, и если, допустим, впервые там в Таиланде, в Азии, то почему не зайти, не посмотреть? Настя спряталась в тени. У лодок. Шикарное место. Шикарный вид. Единственное, конечно, давно мы не были в Азии. Мы подзабыли, что такое жара, пекло и влажность. Друзья, так выглядит железнодорожная станция днем на солнышке. Но почему-то она мне ночью нравилась гораздо больше. Не подумайте, что днем она менее красивая. На самом деле, смотрится классно. Подойти стоит, фотки сделать достаточно интересно. Но ночью, когда она подсвечивается, на мой взгляд, она смотрится интереснее. Кстати, идти сюда от китайского храма примерно, наверное, 10-15 минут неспешным шагом. Стоит вот такой железнодорожный состав. Поезд. Впереди уже новая станция. Выполнена в стиле старый. На противоположной стороне такой небольшой садик. Зона ожидания. Выглядит здорово. А вот и поехал поезд. По верхним рельсам. Кого-то поезд дальше. На другие пляжи. Не очень правильно вчера дал информацию. Не в 1920 году, а в 1911 году, в принципе, я так понял, было построено первое здание. И здание вокзала этого считается основной достопримечательностью Хуахина. И чуть ли не вообще священным просто местом для местных жителей. Так как, я вам правильно сказал, с этого места началось развитие данного курорта. Но еще одно важное событие произошло и в 1920 году. Здесь открылся королевский зал ожидания. Так как я говорил, что это место облюбовала королевская семья. Они ездили сюда на отдых. Вот такая вот важная информация. Друзья, кому интересно, также здесь в Хуахине есть храм католический. Храм Святой Терезы. Выглядит он вот так. Вот такое необычное здание. Достаточно симпатично смотрится. У храма такая облагороженная территория. В принципе, можно здесь уютненько в теньке посидеть. Еще, если вы в Таиланде впервые, на самом деле пробуйте везде тайский чай. Но только пробуйте не порошковый, а где его именно заваривают. Потому что он так гораздо вкуснее. Вот мы идем гуляем. Вот так это выглядит. В принципе, вот здесь самое интересное стоит 25 бат этот чай всего лишь. Вот такой вот процесс. Этот тоже можно назвать местным лакомством. Ну, по крайней мере, для нас. Это достаточно вкусно. Кстати, попадается много вот таких графики с инопланетянами. Мы не знаем, что это такое. Так что вопрос к местным. Подскажите, что это обозначает. Потому что по городу их просто неимоверное количество. И они немного отличаются. Но все они с сердечками, кстати. Такие они, скажем так, добродушные. Кстати, прямо напротив еще один. Вот еще пара друзей. А мы приехали еще в одно место. Называется гора и храм Кхаута Кяп. Если правильно я произнес. Потому что, извиняюсь, в этом видео очень много правильного и неправильного. А еще она называется по-простому гора обезьян. Манкин Маунтин. Почему? Здесь люди, правда, пишут, что обезьян здесь не осталось. Но реально их здесь очень много. Помимо обезьян, здесь еще вот такие прикольные порося. Они вообще какого-то интересного цвета. Также здесь находится где-то неподалеку обзорная площадка. Сейчас мы здесь все посмотрим и вам расскажем. И еще хочу сказать. От нашего отеля стоимость такси сюда заказывали мы через приложение Bolt. Вместе с комиссией от сервиса вышло 100 бат. Вот так здесь загорает собак. Такие здесь маленькие пороси. Такие маленькие хрюшки бегают. Они такие цветные, прикольные. Такой у них необычный цвет. Но самые прикольные мелкие. Все одинаково. Привет, Пятачок. Пятак. Выходи, выходи, выходи. Вон там много обезьян. Вон там они уже дерутся. Я их честно боюсь. И мы идем подниматься наверх. Вот они маленькие пороси. Кое-как он кричит. Ну а мы пойдем поднимемся изначально вон туда наверх. И покажем оттуда вид. Забываю, что движение здесь левостороннее. Прямо написано. Здесь мы поднимаемся с этой стороны. Там мы спускаемся. Там гопников больше. Пока оно нам и хорошо. Деньги мы оставляем не гопникам. Но написано обезьян. Значит, все-таки гопникам. Да, прям такая красава. Но лучше не трогать, не беспокоить. Оно вас не трогает. И не надо трогать его. Да, да, да. Смотри, чтоб телефон не отнял. Эх, подъемы нам даются нелегко. Что-то мы подустались на сегодня. Зато здесь есть при подъемах лавочки. Что очень круто и удобно. Можете посидеть. Но мы постараемся подняться за один раз. Ступени нам дались нелегко. Почему? Да, да. И всем? Да, да. Обалденно. Мартышки с целым стадом. Да, мартышки с целым стадом пошли спускаться вниз. Мы тут случайно заметили новый вид фруктов на деревьях. Мартышки называются. Вот смотрите, вот одна. И вон вторая. Мы их не видели. И кто-то из монахов сейчас барабанит в колокол. Перепугал всех мартышек. Перепугал всех собак. Короче, все кричат. Все галдят. Короче, как-то так. Ну, какой реально тут открывается в разные стороны вид. Красота. Какие нас здесь женщины, монахи встречают при входе статуэтки. Может быть, мужчины, не знаю. Не обижайтесь. Не в курсе. Вот такой шикарный вид. Вид просто бомба. Блин, ребята. Мы еще думали ехать сюда или нет. Однозначно ехать. Посмотрите, вот внизу река. Мы мимо нее проезжали. Там находится рыбный рынок и кафешки. Я думаю, что там цены побюджетнее, чем вон там. Но это не точно. Точно не зря поднялись. Одни мартышки и хрюшки что-то только стоят. А я свою мартышку привел. Тут можно еще немного спуститься вниз. Увидеть еще немного гопников местных. Но благо мы их внимания не привлекаем. Они что-то тут хомячат сами по себе. В принципе, тут открывается вид на набережную. Такое неплохое место для прогулки. Если вы не ленивый турист, то однозначно можно погулять и посмотреть. Здесь, кстати, также написано. Снимаем улыбку, когда заходим туда, внутреннюю часть. Такая тут композиция монахов. Вот статуя Шивы. Вон там Будда. Сейчас я немножко зайду с другой стороны, чтобы его показать. Чтобы подняться выше и пройти туда, нужно снять обувь. Я, к сожалению, сейчас настолько устал, что мне просто лень. Поэтому снимаю вот с этого ракурса, со ступеней. И в общем, самым неленивым откроется шикарный вид. Сзади меня Шива. Там же Будда сидит. Но это не главное. Тут открывается шикарный вид на залив. С множеством лодок рыбацких. Классное место. И вот такой вид на закат. На рыбацкие лодки. И не знаю, увидите вы здесь внизу или нет. Там просто огромнейшие медузы. Мне кажется, они, наверное, в диаметре метр, блин, не меньше. Может быть, я вру, конечно. Как истинный рыбак. Как истинный рыбак, да. Но я так вижу. Ну и на самом деле местные гопники только чего стоят. Посмотреть на них очень забавно. Вспомнишь тут и вот он, он. Что едим? Вкусное. Чувак, по-любому что-то вкусное, да? Сто пудов. Нет, хорошо, они внимания не обращают и не бросаются. С каким прекрасным видом у нас обед? Или ужин? Местные гопники тут людьми не интересуются. Но, кстати, только мы об этом заговорили. Здравствуйте. Вот за все время, что мы здесь находимся, нас чуваки просто игнорировали. И слава, тебе хорошо. Дружище, привет. Попка чашца. Привет. Понимаю, ты чем-то нас заинтересовал и мы тебя... Но мы, пожалуй, пойдем. Местные гопники раскручивают мопед. Ну, все чему-то мопеду кердык как минимум останется без седла. Так, будущий местный керлингист. Ну и при спуске вниз находится большой рыбацкий рынок. Здесь такая рыбацкая деревенька. Здесь, соответственно, можете взять разных вкусностей, попробовать крабов, все что угодно. Кстати, давно я вот таких товарищей не видел. 750 рублей. 750 бат стоит килограмм вот такого классного краба. Соответственно, вот много разных-разных вот таких вот вкусностей. Здесь они все готовят. И вот этих вот штук хвостатых меченосцев я давно не видел, мечехвостов. Здесь продаются, в общем, достаточно морепродуктов. Креветки, крабы. Да что только нет, много всего. Много разнообразия, большое. Идем, идем. И тут кокосы продают. И не только. Вот такой автомобильчик стоит. Ананас 20. Кокос большой 25. Маленький 20. Бананчики. В общем, опять мы взяли И грызем скорлупу от кокоса. Немного позже на такси мы приехали за оставленным в отеле чемоданом. Переоделись, вышли к ночному морю И отправились к площади с часами. Чтобы сесть на забронированный ночной автобус до Самуи. Друзья, такой была наша поездка в Куакин. Мы сейчас уже двигаемся на ночном автобусе в Самуи. Спасибо всем за просмотр. До встречи в следующем видео. До встречи в Куакин.